Продолжение следует... В студии работает Валерий Антонов. В течение следующих 25 минут вас ждет много новой и, главное, полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий, что случилось на дорогах республики за последние две недели. Безопасность дорожного движения в межсезонье, на что стоит обратить внимание водителям. Автоматизированная фиксация административных правонарушений, поговорим с нашим гостем об инновациях. Профилактика угона транспортного средства. Как позаботиться о безопасности железного коня в наше отсутствие? Повторение мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии повторит известный певец и ведущий Евгений Прокопьев. В начале выпуска предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на наших дорогах за последние две недели. В городе Якутске в результате ДТП погиб 18-летний молодой человек. В салоне автомобиля находилась компания студентов. По предварительным данным установлено, что 22 сентября около двух часов ночи 18-летний водитель автомобиля Subaru Forester, двигаясь по намскому тракту со стороны поселка Кутулагина, совершил наезд на столп уличного освещения, после чего транспортное средство съехало с проезжей части и опрокинулось. В результате ДТП 18-летний молодой человек, находившийся на заднем сидении, от полученных травм скончался на месте происшествия. Водители и еще двое пассажиров получили различные травмы. Один из пострадавших в настоящее время находится в тяжелом состоянии. Освидетельствование, проведенное полицейским при помощи специального технического средства, установило у водителя состояние алкогольного опьянения. Право управления транспортным средством автомобилист получил в апреле этого года. С его слов, во время движения в какой-то момент он уснул за рулем, вследствие чего произошло ДТП. Перед поездкой употребил одну банку пива. В настоящее время водитель задержан следователем следственного отдела МУМВД России Якутская. В Якутске в результате ДТП различные травмы получили три человека. Виновник аварии находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. 1 октября в 19.40 на 8-м километре Покровского тракта 30-летний мужчина, управляя автомашиной марки «Тойота Виста», следуя в сторону села Хатасы, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Виц». Прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи доставила в приемный покой республиканской больницы водителя и пассажира «Тойота Виц», а также пассажира второй иномарки. Все они получили различные травмы. Причина выезда на встречку была установлена на месте. Водитель Виста находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Освидетельство не показало результат 1,03 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе. При проверке по базе ГИБДД выяснилось, что права управления транспортными средствами он не имеет. Инспекторами ДПС в отношении любителя пьяной езды был составлен административный протокол за управление транспортным средством водителем, находившимся в состоянии опьянения и не имеющим водительского удостоверения, за что предусмотрено наказание в виде ареста от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей. От дачи объяснения нарушитель отказался. Автотранспорт помещен на штрафстоянку. Нетрезвый водитель совершил наезд на дорожного рабочего в Нюрбинском районе. 2 октября около 12 часов в УГИ БДД МВД России по Нюрбинскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 762-м километре федеральной автодороги Вилюй. Прибывшие на место происшествия сотрудники госавтоинспекции предварительно установили, что водитель 75-го года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi L200, следуя со стороны села Чапанда в сторону села Малакай на 762-м километре федеральной автодороги Вилюй, при осуществлении объезда препятствия совершил наезд на гидромолот с последующим наездом на дорожного рабочего, осуществлявшего работу по установке барьерного ограждения. Причина такой очевидной невнимательности средь бела дня инспекторам стала понятна сразу. Водитель сел за руль в состоянии опьянения. Проведенное свидетельствование выявило у мужчины 1,25 мг этанола в литре выдыхаемого воздуха. Согласно медицинскому описанию состояния опьянения при показателях от 1 до 1,2 промилле, поведение пьяного человека может характеризоваться эйфорией, сильным нарушением двигательных функций и мышлением. 27-летний дорожный рабочий получил компрессионный перелом позвоночника в нескольких местах, ушиб внутренних органов и другие травмы. Парень был госпитализирован в хирургическое отделение Нюрбинской центральной районной больницы. Сам горе-водитель в результате ДТП не пострадал, что можно считать почти чудом, глядя на фото из корыженного авто. За управление транспортным средством в состоянии опьянения мужчине придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и на ближайшие 1,5-2 года превратиться в пешехода, а также возместить в гражданском порядке ущерб за причинение вреда здоровью пострадавшему. В республике пока позволяет погода на федеральных, региональных и автодорогах местного значения, пока продолжаются ремонтные работы. Любые погодные изменения приводят к увеличению количества аварий. Особенно обостряются транспортные проблемы в межсезонье, когда водители не готовы к образовавшимся наледям и появлению снега. В следующем сюжете мы расскажем о всех мерах, которые помогут вам обезопасить себя на дорогах. В межсезонье каждый год неизменно готовят для водителей кучу неприятностей. Машина более неохотно заводится, кузов быстро пачкается, грязь и вода с обуви заносится в салон – все это удручает. Хочется, чтобы этот период скорее закончился. А ведь это даже не полный список того, с чем может столкнуться автомобилист. Чтобы избежать несчастных последствий, мы призываем всех немедленно начать подготовку транспортных средств к зимней эксплуатации. В ближайшее время во многих районах республики установится снежный покров. Неблагоприятные погодные условия значительно осложняют дорожную обстановку, затрудняют движение транспортных средств. На дорогах возможно образование наката, а также налипание мокрого снега, появление снежных заносов. В целях снижения риска возникновения ДТП автобилистам необходимо поменять летние шины на зимние. Следует скорректировать стиль управления, переходя на более плавное, аккуратное вождение. Без совершения резких маневров, с учетом необходимой дистанции между транспортными средствами. Необходимо выбирать такую скорость движения, чтобы в случае возникновения опасности успеть среагировать и предпринять меры вплоть до остановки. Помимо смены шин с летних на зимние, специалисты рекомендуют не экономить деньги на безопасности и проходить тщательную диагностику в автосалонах. Я советую произвести диагностику ходовой части, масляные подтеки, шланги, чтобы не потресканные тормозные были, проверить уровень жидкости, масла, тормозные накладки. Все такое, что необходимо для безопасной движды в нашем городе. Беря во внимание то, какая холода у нас в Якутии и зима, точно не лишним будет позаботиться о системе утепления в автомобиле. В основном у всех такой стандартный процесс утепления. Подтянуть низ, радиатор, наклеить боковые стекла под пленкой, лобовое стекло поставить второе. Тогда зиму нашу можно нормально пережить в теплой машине. При неблагоприятных погодных условиях требуется повышенная осторожность от пешеходов. Им следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части, потому как на скользкой дороге возрастает тормозной остановочный путь транспорта. Помните, что от соблюдения этих, на первый взгляд, элементарных рекомендаций зачастую зависит ваша безопасность и безопасность окружающих людей. Скорость наравне со временем – ценнейшая величина нашей эпохи. Каждому не терпится куда-то успеть, просочиться, а когда кто-то перед нами едет медленно, мы рвем волосы от ужаса. Пристрастившись к этому, водители нередко переходят грань, и довольно часто это приводит к несчастным последствиям. Однако, благодаря появлению различных систем предупреждений их возникновения, на дорогах становится все более спокойно. Итак, сегодня мы поговорим с нашим гостем о главной такой системе об автоматизированной фиксации административных правонарушений. Наш сегодняшний гость в студии – начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения МВД по республике Саха-Якутия – Шеломов Тимофей Михайлович. Здравствуйте, Тимофей. Здравствуйте. Итак, как же работает Центр, и где, и как обрабатывается информация? Добрый день. Вся информация, которая фиксируется на автомобильных дорогах, это нарушение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора и другие ряд нарушений. Все они обрабатываются у нас в Центре должностными лицами и инспекторами административного законодательства. То есть, каждое нарушение попадает к нам, инспектор смотрит, обрабатывает, в случае подтверждения и наличия факта правонарушения, выносится постановление и отправляется заказным письмом владельцу транспортного средства. А сколько в целом установлено камер в нашем городе? Ну, во-первых, скажу, что у нас в республике около более 150 комплексов фиксации правонарушений. Из них у нас в городе 60, только в городе Якутске 60 камер фиксации административных правонарушений. Основная масса, это, конечно, как вы знаете, это перекрестки, основные магистрали города Якутска, такие как Лермонтово-Кирово, Петровско-Аюнского, по проспекту Ленина, по Дзержинскому и по автостраде. Ну, и ряд, конечно, есть комплексов, которые стоят на прямом участке дороги и фиксируют только превышение скорости. По каким еще видам различаются камеры, вот внутри города и за городом на федеральных трассах? Ну, камер, функция, во-первых, она единая, она именно фиксирует скорость. То есть, все, вот основное, вернее, основное нарушение, это, конечно, скорость. Те камеры, которые установлены на перекрестках, они фиксируют проезд за стоп-линию, проезд на запрещающий сигнал светофора и непредоставление преимущества пешеходу. Можете, пожалуйста, рассказать теперь о нововведениях, о том, какие еще камеры собираются ввестись в эксплуатацию, и в целом, может, работа стала более удобной для граждан и для вас? Ну, у нас с начала летнего сезона у нас запустились 7 комплексов мобильных, которые устанавливаются непосредственно в транспортное средство и фиксируют административные правонарушения по ходу движения. То есть, в транспортном потоке имеется машина, соответственно, она вся обозначена специальной светографической схемой, имеются дорожные знаки 622 на крыше данного транспортного средства, и внутри салона установлена камера. То есть, она у нас имеет статус мобильный. То есть, данные транспортные средства с начала летнего сезона ездят по федеральным дорогам, это Вилюй, Колыма, Елена, а также по региональным дорогам, это Умнас, в сторону Хангласского района и в сторону Намского района. Это камеры не такие, как все автолюбители привыкли видеть, установленные на обочинах. Они устанавливаются непосредственно в транспортное средство. А вот, получается, камеры установили правонарушения, и как водитель узнает о том, что он сделал? С 1 сентября, значит, у нас появилась возможность такая, отправлять заказные письма через портал госслуги, если у водителя имеется учетная запись. И есть ли какие-то уже изменения, вы уже установили какие-то улучшения в системе? Приходят ли быстрее письма теперь? Это больше сделано для удобства водителей. То есть, если водитель не согласен, он непосредственно может открыть в приложении на мобильном телефоне портал госуслуги, узнать о своем штрафе. И в случае несогласия он прямо в портале может подать жалобу на вынесенное постановление. Спасибо большое. Можете ли вы теперь поделиться с нашими телезрителями пожеланиями? Пожелаю водителям в связи с наступлением холодов переобуть резину на соответствующую сезону, соблюдать правила дорожного движения, пристегиваться и пристегивать своих пассажиров, и быть внимательными и уважительными друг к другу. Большое спасибо, Тимофей. Мы обязательно прислушаемся к вашему совету. Дорогие телезрители, будьте бдительны и соблюдайте правила дорожного движения. Украденный автомобиль – это страшнейший сон любого автомобилиста. Однако увеличивающееся количество угонов и краж говорит о том, что это горькая правда. Способы взлома становятся все изощрение, но вместе с этим и совершенствуются системы безопасности. О том, что нужно сделать для того, чтобы снизить риски, мы расскажем в следующем сюжете. Угон автомобиля случается очень часто. Машина может исчезнуть и с охраняемой парковки, и со стоянки у магазина, куда владелец зашел всего на две минуты. Много встречается ситуаций, когда транспортное средство пропадает буквально из-под окон дома. По заявлению граждан, в территориальные органы полиции регистрируются и сразу же ориентируется личный состав дорожно-патрульной службы на маршрутах патрулирования для розыска транспортных средств, находящихся в угоне. Зачастую угон происходит из-за халатного отношения владельцев транспортного средства, а именно забывают закрывать двери, тем самым оставляют автомашину в свободном доступе. Также в зимний период времени ключи оставляют на ключе зажигания со включенным двигателем. И в этот момент при угоне сигнализация, к сожалению, не срабатывает. Современные технологии позволяют организовать надежную защиту автомобиля от возможного угона. Однако охранный комплекс – это не полноценная защита. Вообще сигнализация – это такое устройство, которое не защищает 100% от угона, но оно дает дополнительное время на то, чтобы сигнализация успела оповестить владельца о том, что что-то происходит в машине, что нужно обратить внимание. В этом плане очень сильно спасает GSM-модуль. GSM-сигнализации – самый современный из представленных на сегодняшнем рынке. Это тип охранной системы, позволяющий отслеживать и управлять некоторыми функциями автомобиля на расстоянии через приложение на мобильном устройстве. Допустим, нужно открыть машину, нажимаем, держим, сверху пробежал индикатор, здесь пошел обратный отчет на выполнение команды. Команда выполнена. Вот сейчас у нас показывает, что автомобиль снят с охраны, но закрыт замок капота. Также можно закрыть. Также строчка пробежала. Автомобиль закрылся, появился купол. Автомобиль под охраной. Точно так же выполняется запуск. К счастью, любой охранный комплекс автомобиля можно подкрепить дополнительным оборудованием. Автовладельцы могут дооборудовать в салон замки капота, беспроводные блокировки, которые легко прячутся так, что их не будет видно, могут доводки стекол, которые автоматически закрывают стекла, если вдруг водители или пассажиры забыли это сделать, предпусковой подогреватель при определенной температуре, включающий систему отопления, видеорегистраторы, моментально запускающие съемку при попытке угнать транспортное средство или приобрести метку, без наличия которой транспортное средство не тронется с места. Есть такое приспособление, удочка у автоугонщиков или длинная рука, когда один человек идет за хозяином машины, а второй стоит возле машины и с помощью двух усилителей сигнала передает сигнал с ключа на второй ретранслятор, с помощью которого легко открывается машина и свободно уезжает. Для этого вот как раз система безопасности с помощью меток блокирует эту систему, то есть отключают в автомобиле вот эту функцию штатного ключа и пока метка не появится, эта функция не включится, то есть сигнал с ретранслятора в машину не пройдет. Ну и сейчас мы хотим приступить к нашей постоянной рубрике, в рамках которой известные личности в нашей студии проходят экспресс-тест на знание правил дорожного движения. По статистике он состоит из 10 вопросов и сегодня наш гость, известный певец, ведущий Евгений Прокопьев. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Что ж, вы готовы? Обязательно. Начинаем. Какие из указанных знаков обозначают участки, на которых водитель обязан уступать дорогу пешеходам, находящимся на проезжей части? Только Б, Б и В или все из указанных знаков? Непосредственно перед пешеходным переходом устанавливается знак Б в синей рамочке квадратной. Мой ответ только Б и В, то есть второй вариант. Хорошо. Принимаем вариант Б и В, двигаемся дальше. Как вам следует поступить при повороте налево? Первый вариант ответа – остановиться у стоп-линии и дождаться сигнала регулировщика, разрешающего поворот. Второй вариант – выехав на перекресток, остановиться и дождаться сигнала регулировщика, разрешающего поворот. Или же третий вариант – повернуть, уступив дорогу встречному автомобилю. Я, конечно же, остановлюсь возле стоп-линии и дождусь разрешающего сигнала регулировщика. Надеюсь, это правильный ответ. Хорошо. Принимаем вариант ответа. Так, вы намерены повернуть налево на этом перекрестке. В какой момент следует включить указатели левого поворота? Первое – заблаговременно до въезда на перекресток. Второе – после въезда на первое пересечение проезжих частей. И третье – по вашему усмотрению. Очень часто включают поворотки. Знаете, водители у нас в случаях 2 и 3, то есть по своему усмотрению или там, обязательно поворотку нужно включать заблаговременно, товарищи. Хорошо. Принимаем. Первый вариант ответа. Первый вариант, да. Разрешается ли вам выполнить разворот на этом участке дороги? Разрешается. Разрешается только при видимости дороги не менее 100 метров или же запрещается? Запрещается. Да, запрещается. Это третий вариант ответа. И мы его принимаем. Пожалуйста. Как вам следует поступить при повороте налево? Первое – уступить дорогу легковому автомобилю или же проехать перекресток первым. Ну это Т-образный перекресток, у меня помеха справа, я так понимаю. И, естественно, я должен уступить дорогу тому, кто движется справа. То есть первый ответ. Первый вариант. Хорошо. Принимаем первый вариант ответа. Мы уступаем дорогу и двигаемся дальше. Эти знаки предупреждают вас. Внимание на картинку. Первое – о наличии через 500 метров опасных поворотов. Второе – о том, что на расстоянии 150-300 метров за дорожным знаком начнется участок дороги протяженностью 500 метров с опасными поворотами. Или третье – о том, что сразу за знаком начнется участок протяженностью 500 метров с опасными поворотами. Значит, скоро начнется опасный участок дороги протяженностью вот именно 500 метров. Ну, значит, он скоро начнется. Значит, ответ номер два. Так, следующий вопрос. Разрешается ли вам обогнать грузовой автомобиль в конце подъема? Первое – разрешается. Второе – разрешается, если скорость грузового автомобиля не более 30 километров в час или же запрещается? Я бы воздержался обгонять кого-то, поэтому я выбираю третий ответ. Хорошо, мы его принимаем. Следующий вопрос. Разрешается ли вам остановка в этом месте? Первое – разрешается. Второе – разрешается только заездом на тротуар. Третье – разрешается, если при этом не будут созданы помехи маршрутными транспортными средствами или же запрещается? Здесь, ну, я бы остановился. Вариант номер один разрешается. Хорошо. Этот дорожный знак рекомендует двигаться со скоростью 40 километров в час. Второе – требует двигаться со скоростью не менее 40 километров в час или же запрещает движение со скоростью более 40 километров в час. Знак ограничения скорости 40 километров в час. Вариант номер три. Хорошо. Водитель автомобиля, выполняющий перестроение на правую полосу в данной ситуации, не должен создавать помехи двигающемуся по правой полосе автомобилю, имеет преимущество, поскольку завершает обгон, или же имеет преимущество, так как на автомобиле включены указатели правого поворота. Это из той серии, что я же включил поворотку, да? А потом начинается разбирательство. Конечно же, он не должен создавать никакой помехи двигающемуся транспорту, потому что он делает маневр. А тот, как двигался, так продолжает двигаться. Вариант номер один. Ну, мы принимаем ваш вариант ответа. Что ж, это был последний вопрос, Евгений. Я поздравляю с тем, что вы прошли наш экспресс-тест. Надеюсь, сдал. И теперь мы приглашаем в нашу студию нашего эксперта Егора Никифорова. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Будем проверять ответы Евгения. На этот вопрос Евгений ответил правильно. Должны мы уступать дорогу пешеходам под знаки B и V. На этот вопрос Евгений ответил тоже правильно. Регулировщик нам запрещает сейчас поворачивать налево, поэтому должны остановиться у стоп-линии и ждать другого сигнала. На этот вопрос Евгений ответил неправильно. Если у нас несколько пересечений будет, именно должны включать поворотники перед пересечением, на которое хотим заехать. То есть заблаговременно. После въезда на первое пересечение. Второй ответ. На этот вопрос Евгений тоже, к сожалению, ответил неправильно. Будет второй ответ. Можно будет, если видимость дороги больше 100 метров. На этот вопрос Евгений ответил правильно. Помеха справа. Уступаем дорогу. На этот вопрос ответил тоже правильно. Опасные повороты у нас начнутся через 150-300 метров. И протяженность этих поворотов будет 500 метров. На этот вопрос тоже ответил правильно. В конце подъема обгонять нам запрещается. Видимость плохая. Разрушается ли вам основа в этом месте? Евгений ответил правильно. Разрушается. Разметка запрещает нам только стоянку. На этот вопрос Евгений правильно ответил. Запрещающий знак. Запрещает нам двигаться со скоростью больше 40. Так, и на последний вопрос Евгений правильно ответил тоже. Водитель, выполняющий обгон, не должен создавать помехи движущимся по правилу автомобилю. Первый ответ. Ну что, сдал. Итого, из 10 вопросов Евгений правильно ответил на 8 вопросов. Очень хороший результат. А, хороший результат. Дорогие друзья, самое главное правило на всех дорогах общего пользования, это все равны и взаимоуважение. Вот только тогда, мне кажется, заметно снизится количество ДТП и так далее. Спасибо большое, Евгений. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Вот и наша передача подошла к концу. Уважаемые телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч в новых выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok